Спасибо, спасибо. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Павловна исправно ведет хозяйство и ухаживает за домом. Но обновить ремонт одинокой женщине было не под силу, поэтому за дело взялись волонтеры. Они провели ремонт на кухне, установили новую мебель и сантехнику. За ремонт большое-большое всем спасибо, кто принимал участие. Все поменялось. У меня здесь стало, я теперь стала как в царской кухонке, понимаете? Красота приятна, и тумбочка хорошая, и здесь все сделали, и моечка, и здесь, смотрите, все по порядку, все у меня. А то этого у меня не было. И тут все, прямо красота. Спасибо, спасибо всем. Помимо ремонта внутри дома, волонтеры навели порядок и на приусадебном участке. Мусор, сухие деревья. Чтобы вывести все это, понадобилось 7 20-кубовых контейнеров и неделя плодотворной работы. На самом деле времени ушло не так много, как казалось бы изначально. Мы справились за неделю. Единственное, конечно, нам очень помогли ребята с молодой гвардии. Это была поддержка общественной палаты, это была поддержка главы Одинцовского городского округа. Ну и также МБУ. Огромное спасибо. Ребята очень сильно помогли. Они прям три дня здесь с утра и до вечера все это пилили, вывозили, грузили. Результаты проведенной работы оценила первый зампред Московской областной думы Лариса Лазутина. Она навестила Тамару Павловну, вручила ей подарки и пожелала крепкого здоровья. Сколько жизней в ней и жизнелюбия. И, конечно, я очень благодарна главе, потому что он попросил нашу общественную палату, и наши ребята здесь провели очень хорошую, большую работу. Волонтеры поинтересовались у хозяйки, какая еще требуется помощь. Она попросила установить забор и починить калитку. В ближайшее время участники проекта «Социальный ремонт» возьмутся за делом. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...